самого вкусного за всю свою жизнь осьминога я пробовал в ресторане в испании после этого я был еще там в азии много где еще в европе был в чехии бла-бла-бла но нигде так вкусно как в том ресторане не готовили осьминога последние года четыре я наверное ну не каждый месяц в общем раз 15 или 20 я пытался такой ну сейчас у меня получится повторить данный рецепт но что-то выходило не очень и вот не было вот этого вот идеального баланса всего что было в том блюде в том ресторане осьминога приносили накрытого крышкой когда открываешь крышку там был дым то есть осьминог был под копченый супер нежный мягкий слегка чесночный но на днях я проэкспериментировал и у меня получилось у меня получилось и теперь я могу приготовить осьминога и показать вам проверенный классный рецепт закуски снека салата из осьминогов который очень максимально похож на то что было в том ресторане если вы мне не верите спросить у вавана прошлом он такой да были мы в испании но испания конечно там вот это вот там замки какие-то архитектура море вот осьминог был классный вот были времена ну там конечно да там пляж загорали еще ходили в парк аттракционов где самые высокие горки там ferrari падаешь свободное падение это все к а вот осьминог то да осьминог то вкусный был там короче вот такие впечатления остались и у меня и у него от того ресторана показываю как варить осьминога но смотрите если вы загуглите как варить осьминога вы увидите что осьминога от слизи от всякой советуют промывать солью то есть уберете засыпаете солью и вот так делаете всякое но я обнаружил что на свежем осьминоге да но если он был заморожен а если вы пойдете в любой там ашан ленту окей то вы обнаружите что там вот такой ком ком осьминога вы купили этот ком разморозили он уже после заморозки нифига не такой слизнявый но а если вы будете его фигачить с солью кто-то говорит что с мукой то вы вот эту вот пленочку собственно сдерете и блюдо будет не такое красивое по поводу этой пленочки смотрите либо упаривайтесь и снимайте ее полностью либо не трогайте ее вообще то есть либо будут такие фиолетовые щупальца с этой пленочкой либо уже упарьтесь и целиком их снимите хотя мне кажется что это не обязательно кто-то говорит что осьминога нужно отбивать то есть ты берешь так короче осьминога вот так вот короче вот так вот так вот короче втаскиваешь ему и он становится мягче но мы с костяном экспериментировали привет костян сидишь там в своем вьетнаме уже блин два года короче мы экспериментировали и обнаружили что в принципе осьминог становится мягким если он просто был заморожен при заморозке каждая клетка превращается в замороженную влагу она лопается то есть разрывается кристалликами воды и потом когда вы размораживаете то осьминог становится мягким а так как вы покупаете их все равно в заморозке типа пофиг вот это вот все там отбивать ничего из этого не нужно второе что говорят что типа вот на этих вот чудесных щупальцах вот здесь внутри присосок может оказаться какой-то песок камушки еще чего-то во первых ни разу с этим не встречался во вторых если даже ну что-то попадается это можно вымыть водой и в третьих я думаю что как говорят про камушки в присосках и песок я думаю что речь идет про огромных осьминогов я вот сколько таких не готовил сколько не покупал просто размораживаешь варишь и все другой вопрос добавлять ли чем в воду при варке на мой взгляд кроме соли ничего не нужно но я экспериментировал с луком морковью сельдереем тимьяном в принципе если добавить морковку для небольшой сладости такой бульонной сельдерюху и немного тимьяна вроде становится немножко вкуснее но это все совершенно не обязательно обязательно его не не доварить и не переварить и так мы начинаем готовить самого вкусного осьминога в моей жизни я вам сразу говорю что в комментариях есть ссылка на рецепт с громовками если вам точно интересно сколько стоит такой осьминог сколько весит сколько минут его варить и вы не хотите потом пересматривать видео проходите туда и там просто вы свайпаете фоточки и смотрите написанный рецепт меня часто спрашивают а чё это за футболки чё это за худи в которых ты постоянно светишься в славных обзорах в рецептах друзья это мой мерч называется он славный мерч если вы хотите себе затарить какую-нибудь например кушаю много кушаю вкусно 100 процентов хлопковую футболку с шелкографией шелкография народ то самое качественное нанесение то есть он не слезает это не пленочка которая отрывается отваливается она прямо в ткань зафигачена или например если вы хотите вот такую ну предположим черную или белоснежную худи кушаю много кушаю вкусно с мятной надписью собственно смотрите это нитки друзья это нитки которые не отваливаются они их нельзя выстирать потому что это здесь вшито собственно если вас это интересует по ссылочке в описании проходим в группу вконтакте славный мерч и прямо туда в сообщение группы пишем чего вам нужно спасибо лавруха морква тимьян сельдерюха и перец можно душистый можно такой ну не столько много а короче чайная ложка у граммовки в описании короче далее сколько варить долбаного осьминога смотрите практически любой размороженный осьминог которого вы можете купить в россии странах снг просто в магазе замороженного размером с помело или огромный грейпфрут или типа того сваривается за 30 минут но если вы 30 минут его варите не спешите его потом доставать 30 минут проварили выключили газ огонь индукцию там что у вас закрыли крышкой и еще на 30 минут оставляйте его остывать чтобы он напитывался бульоном и короче расслабился что касается разделки осьминогов обычно когда вы замороженные покупаете они уже вот клюв у них вынут собственно все что нужно это вынуть клюв можно вырезать глаза здесь уже они вырезаны и в капюшоне все какахи которые найдете тут тоже их уже нет то есть тут собственно делать не надо вообще ничего у нас есть кипяточек есть осьминожек единственная цель опускания и поднимания осьминога в кипяток чтобы у него скрутились лапы короче зацените вот у него абсолютно прямые вот такие вот вот такие вот волосины а теперь смотрите опустили подняли опустили подняли опустили подняли и смотрите у нас будут красивые вот такие вот завитушки и опустили собственно все ведь их он скрючивается его скукоживает ну и все у нас вот такой вот завитушки как как женщины завивают все волосины полчаса варим но вот так прям кипеть кипеть он там не должен то есть доводим до кипения делаем маленький огонь чтоб он там слегка побулькивал то есть там все равно будет 100 градусов но если будет мега кипение он там будет весь опять же дербанится шкура с него будет слезать и опять же будет типа не так красиво короче просто медленный огонь полчасика еще раз оговорюсь я не знаю что это за блюдо это может быть салат это может быть закуска это может быть основное блюдо если вы там с картошечкой или с рисом его подадите лучше конечно же с картошечкой но помимо осьминога можно добавлять и другие ингредиенты например тонко порезанный лучок красный лучок в подобные салаты закуски идет просто офигительно теперь сделаем элементарную заправку заправка состоит из оливкового масла лимона ну там можно соль перец сидела и чеснок но чеснок во первых он нужно немного иначе он все забьет и нужно его мелко мелко натирать либо продавливать через чеснокодавку ах да может кто-то еще задался вопросом типа нафига ты лук в воду ливанул сыпанул в воду но во первых горечь уходит уходит такая супер мега острота но и он не будет окисляться пока мы не не достанем уже готового осьминога поэтому пускай в холодной воде полежит избавиться от горечи ну и собственно не окислится не зажухнет ну и глаза не будет резать пока валяется здесь осьминоги проварились в бульончике и там картоха варится еще шумит что-то они проварились бульончики и еще чуть-чуть к подостыли не подостыли а полежали бульоне уже не кипящим достаем а теперь экспертное мнение о нарезке октопусов короче нет никаких правил нет никакого экспертного мнения я пошутил просто берете и нарезаете единственное что не срезайте мелко вот эти вот штучки потому что вот эти вот скрученные завитушечки это собственно большая часть подачи блюда поэтому если вы супер мелко нарежете и вот эти вот завитушки то собственно у вас будет просто труха знаете как будто крабовых палок порезали а теперь смотрите следующий шаг можно пропустить но если вы его пропустите у вас получится просто очень 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 вкусный салат то есть очень вкусный салат у вас получится но не тот который я пробовал в испании поэтому я его пропускать не буду нужно как-то это дело подкоптить именно после нарезки чтобы площадь была больше нужно ждать минут 15-20 пока весь дым осядет на осьминога то есть посмотрите видите осьминога от дыма вообще не видно вот где-то там кусочки внутри просто типа о вот так но если мы просто вот так типа подержим пять минут нифига не будет нужно реально подождать пока дым осядет на мясо осьминожье а Ну и чтобы люди не жаловались, типа, как этим наешься, так мало получилось. Действительно, осьминоги очень сильно уседают, раза в 3-4, то есть становятся совсем маленькими. Вы вроде покупали полтора килограмма мяса, а получилось там 2 горсточки. Да, к сожалению, осьминоги такие. Так вот, короче, чтобы народ не жаловался, что там есть вообще можно, я все-таки сделаю кое-какой гарнир. Вареная картошечка на сливочном масле, отварили ее до полуготовности, и потом на сливочном масле обжарили, там тимьяна добавили, ну короче, смотрите. Шмат маслица, ну и просто картоху обжариваем, можно оливочек добавить маленечко, вот так. Оба-оба-оба-ба-ба, ну и все. Минут 10-15 жарим картошечку на сливочном масле, соль, перец, немножко тимьяна я почистил, вот и все, вот и весь гарнир. Перчик, прям сюда в масле все это дело разойдется. Соль, так, на глазок, на каждую картофелинку, чтобы попало. А я, собственно, тимьянчик. Прошло минут 20, и мы нашего осьминога уже даже видим, а это значит весь дым осел. В зависимости от того, насколько вы любите копченость, такую операцию можно повторить 2-3 раза. Уже можно собирать наш салат-блюдо, но я предпочитаю совсем перед подачей еще все эти щупалки обжарить. Важно, обжаривать нужно на мега-мега-мега разогретой сковородке, желательно на какой-нибудь чугунной, для того, чтобы оно не продолжало там вариться, готовиться, а именно вот только корочку задать, то есть там 3 минуты край. Пахнет народ, это просто божественно, копчеными шашлыками. Вот так, щутка обжариваем щупалки, буквально капелюшечку. Ну, а теперь просто собираем все это дело. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Во-первых, супер мягкая, нежная, с хрустящей корочкой тимьяновая картоха Пробуем, пробуем, божественно Она хрустящая, но при этом супер нежная, мягкая вот такая вот внутри Это офигенно Но основное, конечно же, это осьминог Пробуем, это офигенно То есть, поймите правильно, не каждому, наверное, зайдет Лично для меня этот рецепт отправляется в золотой пантеон рецептов сразу Потому что подкопченный осьминог с оливковым маслом, с петрушкой, с лимоном Никакой остроты вот в луке нет Вообще никакой остроты в луке нет Это хрустящий лучок Запах дымка И офигенно нежные и сочные осьминожьи щупальца Мягкое, нежное мясо Оно не расплывается во рту Надо чуть-чуть пожевать Идеально Напоминаю, что хотите повторить? Ссылочка в описании на супер точные громовки и тайминги данного рецепта Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх Кушайте много, кушайте вкусно С вами был славный дружий Обломов Всем пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok